И сегодня я хочу поговорить именно о широчайших и о бицепсе. Почему очень часто нам с вами подтягивания дадут больше на бицепс, чем подъемы штанги на бицепс. И тем более концентрированные сгибания. Хотите узнать почему? Смотрите этот ролик до конца. Физкульт привет друзья и ученики и просто случайный зритель. Я недавно снял видеоролик по вашим просьбам и по просьбе моего друга Юрия Спасокуходского на тему, которую поднял Денис Зиновьев. И в ролике была затронута тема и в ролике Дениса и в ролике Юры по поводу акцентов. Можно ли расставить акценты на различные мышечные группы? Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия Фак Фитнес. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. В своем ролике Денис сказал, и он отчасти прав, что когда мы подтягиваемся, да и в принципе выполняем любое упражнение на спину, у нас работает бицепс. И якобы нет смысла работать отдельно какими-то другими движениями на бицепс. Если я правильно понял. Если неправильно, Денис, приношу свои извинения. Юра в своем ролике выразил крайнее несогласие с этим. Давайте, друзья, я поясню, когда нам с вами подтягиваться гораздо эффективнее на бицепс, чем делать подъемы. И тем более эти дрочевые с концентрированным сгибанием одной руки со смехотворной гантелькой. Я думаю, что большинство из тех, кто следит за моими роликами, читает мои статьи, книги, сами понимают, почему и смогут ответить на этот вопрос. Если же он у вас вызывает затруднения, то я поясню. Для новичков, для тех, кто еще не накопил определенный фундамент силы, силовую базу, так называемую, для тех, бесполезно качать бицепс 5 килограммами гантелькой. Или даже 20 килограмм, 30 килограмм штангой. И, друзья, я знаю очень много людей, причем не новичков, которые уже очень и очень давно тренируются со стажем более 15-20 лет, у которых огромнейшие бицепсы, просто огромнейшие. И делают акцент они именно в подтягиваниях. Но сегодня я хочу сказать именно о новичках. Ведь, когда вы подтягиваетесь, то вы как минимум весите 60-70 килограмм. Представляете, с каким весом вашему бицепсу приходится работать? Конечно, многие заметят это правильно, что помогает широчайше, забирает на себя нагрузку. Но все равно в комплексе это не сравнить с тем, насколько разные по эффективности для новичка будут эти упражнения. Представьте, когда вы делаете подъемы на бицепс, это у вас работает все равно. Исключительно бицепс, брехиалиоз. Но, когда вы подтягиваетесь, у вас работает широчайше. Работают другие мышцы спины. Тот же бицепс. И закисляясь, о чем говорил Денис Зиновьев, эти мышцы вкупе с бицепсом выбрасывают большее количество гормонов. Соответственно, и отдача от тренинга будет больше. Ведь никто не будет отрицать, что единственный фактор, который на 100% подтвержден, но это с вами видим, потому что все, кто использует анаборические гормоны экзогенно, то есть пьет их в виде таблеток или принимает в виде уколов, то те растут как на дрожжах. По сравнению с тем, кто этого не делает. И это только одно позволяет нам с вами сделать вывод, что гормоны играют определенную, чуть ли не первостепенную роль. Поэтому, естественно, потом уже идут аминокислоты и все остальные два фактора. Я знаю, вы знаете все эти четыре фактора. Так вот, друзья, когда вы на начальном и среднем этапе делаете базовые упражнения, то вы даете больший потенциал роста малым мышечным группам. Ведь когда вы делаете любое упражнение на спину, другими словами тяги, вы подключаете к работе и бицепсы. И на данном этапе вы больше пользы будете получать, чем нежели будете делать какие-либо изолированные движения на бицепс. Со временем, когда вы наберетесь опыта, у меня есть силовые тесты для новичков, 4 ступени. И для каждой из 4 ступеней есть силовые тесты. Вы можете купить мою книгу и прочитать об этом. Или совершенно бесплатно зайти на мой сайт hmgym.ru и найти статью на каждую отдельную ступень. И в ней ознакомиться с силовыми тестами. И для парней, и для девушек отдельные статьи. Это все очень и очень важно. И когда вы уже достигнете определенного уровня, только тогда имеет смысл делать определенные упражнения для бицепса и для трицепса. Пока вы грамотно не научитесь подтягиваться, отжиматься от грузов, нет смысла, друзья, переходить к другим упражнениям. Ведь любой жим, неважно на грудную или на дельту, он будет подключать к работе трицепсы. И, друзья, это все очень-очень важно. Это все важно осознать, пропустить через себя. И тогда вопросов никаких не останется. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк, если понравилось. Пишите, с чем вы согласны. Смело ставьте дизлайк, если вам не нравится. Напишите, с чем вы не согласны. Обязательно поставьте колокольчик, если хотите не пропустить следующее видео. Таковы новые правила YouTube. И делитесь моими видеороликами в своих соц. сетях. Это лучшая благодарность от вас, каналу. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Я сделал целую серию уже тренировок, которые называются 9 рабочих подходов на гликолитические мышечные волокна. Мы с вами видели ролики на дельты и... Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На широчайшие и... Трицепс... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ноги. Субтитры создавал DimaTorzok